Здравствуйте, меня зовут Алина и тема сегодняшнего видео урока разнообразие экосистем. Экосистемы нашей планеты бесконечно разнообразны, их можно классифицировать по разному, можно классифицировать их по размеру, возрасту или даже происхождению. Мы начнем с классификации экосистем по размеру. Микроэкосистемы это экосистемы небольших размеров, их размеры могут даже не превышать одного квадратного метра. Примерами микроэкосистем может являться лужа, аквариум, муравейник или даже трухлявый пень можно рассматривать как отдельную экосистему. К мезоэкосистемам можно отнести лес, луга, озера, реки и так далее. Макроэкосистемы это экосистемы достаточно больших размеров, к ним уже можно отнести например океан, пустыня, тундра, степь и так далее. И наконец биосфера. Всю биосферу можно рассматривать как одну глобальную экосистему. По происхождению экосистемы можно классифицировать на природные экосистемы, к которым будут относиться экосистемы суши и водные экосистемы, и искусственные экосистемы, к которым относятся агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Начнем с природных экосистем, а именно с водных экосистем. Водные экосистемы находятся в пределах какого-либо водоема и при этом все водные экосистемы входят в состав мирового океана, который занимает около 71 процента от всей поверхности нашей планеты. К водным экосистемам можно отнести озеро, пруд, реку, болото или даже пещерные водоемы. Рассмотрим пример водной экосистемы на примере озера. На мелководных участках и прибрежной полосе зачастую произрастают водные растения. Они могут быть представлены кувшинками, рогозом и так далее. Основная масса продуцентов это фитопланктон, к которому относятся одноклеточные водоросли и цианобактерии. Они являются продуцентами и, следовательно, пищей для консументов первого порядка – зоопланктона. Зоопланктон представлен простейшими и мелкими рачками, например, дафнией или циклопом. Они в свою очередь являются пищей для консументов второго порядка, которые обычно представлены мелкими рыбами, которые в итоге поедаются консументами третьего порядка, крупными рыбами, хищниками. Теперь поговорим про экосистемы суши. Все растения в экосистемах суши располагаются по уровням, чтобы исключить конкуренцию за одни и те же факторы – за воду, свет и воздух. Если мы посмотрим, то все растения располагаются по ярусам и верхним ярусом будут являться самые высокие и светолюбивые деревья. Ниже будут располагаться деревья меньших размеров и менее светолюбивые. Третьим слоем будут располагаться подрост мелких деревьев, молодых деревьев или кустарники. Ниже будут располагаться травы и кустарнички, затем хилишайники. И нижним ярусом будет являться подстилка, которая сформирована из опавших веток, листвы или хвои, в зависимости от того, какой тип леса. Смешанный, хвойный и так далее. Устойчивость экосистемы обеспечивается сложной системой взаимоотношений организмов, которые входят в ее состав. Это различные трофические цепочки. Чем более разветвленной являются трофические связи в экосистеме, тем более устойчивой она считается. В любой экосистеме выделяют продуцентов. Это растения, консументов первого порядка. Это травоядные животные, консументов второго порядка, питающиеся консументами первого порядка. И хищников, консументов третьего порядка, питающиеся консументами второго порядка. И кроме того, в любой экосистеме, в частности в экосистемах суши, выделяют редуцентов, которые обеспечивают разложение органических веществ. Теперь поговорим про искусственные экосистемы и первый вид это агроэкосистемы. Это сельскохозяйственные экосистемы, которые создаются человеком для получения урожая или какой-либо животноводческой продукции. Агроэкосистемы значительно отличаются от природных экосистем, во-первых, видовым разнообразием. В природных экосистемах огромное количество видов, в то время как в агроэкосистемах все видовое разнообразие, все растения представлены одним видом и даже одним сортом культуры, которая посажена человеком. Во-вторых, отбор. В природных экосистемах происходит естественный отбор, в то время как в агроэкосистемах отбор осуществляется человеком. В-третьих, источники энергии. Помимо солнечной энергии, которая является источником энергии в природных экосистемах, здесь еще вносится дополнительная энергия человека. Человек осуществляет прополку, может давать искусственное освещение, полив или осушение. Баланс питательных элементов. Основная часть питательных элементов в агроэкосистемах выносится человеком вместе с урожаем, поэтому круговорот веществ в агроэкосистемах считается неполным. И устойчивость. Без поддержки человека агроэкосистемы быстро разрушатся, поэтому искусственные экосистемы, в частности агроэкосистемы, являются неустойчивыми. Следующий вид искусственных экосистем это урбоэкосистемы. Это экосистемы городов. В урбоэкосистему помимо обычных природных компонентов, таких как вода, воздух, свет, почва, растения, животные, микроорганизмы, входит еще и техносфера, к которой относятся различные предприятия, транспорт, жилые дома и так далее. Техносфера существенно влияет на абиотическую и биотическую составляющую городской экосистемы. Воздух в урбоэкосистемах зачастую загрязнен различными выбросами или пылью. Водоемы также зачастую загрязнены бытовыми отходами или промышленными отходами. Кроме того, в городах зачастую шумовое загрязнение. И все эти производные техносферы вызывают снижение видового разнообразия растений и животных, обитающих в городах. Однако особенностью городской фауны является присутствие синантропных видов. Это такие виды, которые способны существовать рядом с человеком. Яркими представителями может являться серая крыса, голубь, чайка и так далее. И в завершении хотелось бы рассказать про отличия природных и искусственных экосистем. В природных экосистемах осуществляется естественный отбор, в то время как в искусственных экосистемах отбор осуществляется человеком. То есть там действует искусственный отбор. В природных экосистемах огромное разнообразие видов, в то время как в искусственных экосистемах видовой состав значительно ограничен. В природных экосистемах происходит полный круговорот веществ, в то время как в искусственных круговорот веществ не полный, при этом нарушается баланс питательных элементов. В природных экосистемах в качестве основного источника энергии используется энергия солнца. В искусственных же помимо энергии солнца используются дополнительные источники энергии, вносимые человеком. Например, в агроэкосистемах, как я уже говорила ранее, Это может быть полив, прополка или использование дополнительных источников освещения. Если говорить про урбоэкосистемы, то это может быть дополнительная энергия от различных промышленных предприятий, горючих веществ, топлива и так далее. В природных экосистемах происходят естественные смены биоцинозов, в то время как в искусственных сменяются только по воле человека. И наконец в природных экосистемах продуктивность невысокая, тогда как искусственные экосистемы отличаются высокой продуктивностью. Итак, на сегодняшнем занятии мы поговорили про многообразие экосистем, проговорили классификацию экосистем по размеру и по происхождению, проговорили какие природные экосистемы встречаются, что такое искусственные экосистемы, какие виды искусственных экосистем бывают и проговорили, чем отличаются природные и искусственные экосистемы. Спасибо за внимание, увидимся на следующем уроке.